В городском доме культуры города Жабинки была ярко, весело и волнующа, ведь настоящие волшебники собрались вместе, чтобы воплотить мечты юных жабинковцев в жизнь. Месяц назад руководством района в социальных сетях и во всех учреждениях образования была объявлена такая замечательная акция «Ёлка желаний». В течение месяца мы ждали письма, хотели в этом году охватить побольше писем деток, побольше желаний удовлетворить. Если в прошлом году это было 10 желаний, в этом году, уже сегодня, мы удовлетворяем 30, исполняем желания 30 деток. Всего к нам поступило 66 писем путем лотереи «Дедушка Мороз». Эта лотерея была проведена с участием руководства, с участием наших отдельных деток, и все это мы сняли на видео и разместили также в соцсетях наших. Было выбрано 40 желаний. Сегодня мы исполняем 30, еще 10 желаний есть, которые будут исполняться в течение даже года. В роли главных волшебников на этом мероприятии выступили заместители председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий и председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич. Из их рук ребята получили подарки и, конечно, почетные гости произнесли напутственные слова. Мы очень просили Деда Мороза, чтобы он не покидал нашу землю, чтобы мы могли реализовать побольше желаний и исполнить больше ваших желаний, сделать вас еще более счастливыми, более веселыми, более интересными для себя, для своих родителей. И провели такую совместно с нашими предприятиями, совместно с Дедушкой Морозом, решили провести такую акцию уже после первого числа, как «Елка с желанием». Я, пользуясь случаем, хочу и поздравить вас с исполнением ваших желаний, дорогие детки. Я хочу пожелать, чтобы там, где вы живете, в ваших семьях, внутри вас самих, всегда царил мир, спокойствие и доброжелательность, и благополучие. И вы верьте в чудо. В этом году Дед Мороза написали свои желания 66 детей. 30 из них было исполнено на елке желаний. Ребята просили железную дорогу, новые очки, занятия в секции бокса и нужную спортивную амуницию, гитару и многое другое. Еще 10 желаний осуществятся в течение этого года, ведь девчонки и мальчишки просили о поездках, экскурсиях и даже проведении одного дня в профессии. Вы знаете, мероприятие, которое сегодня проводится в Жабинке, это прекрасное мероприятие, потому что мы знаем, что 24-й год объявлен президентом нашей страны годом качества. И, конечно же, такое мероприятие мы, как консервный комбинат, мы не могли пройти стороной, поэтому мы решили поучаствовать и немножечко исполнить желания наших малышей. Мы захотели сделать им приятное и предоставили для этих целей продукцию нашего производства. Я попросила у дедушки Мороза, чтобы он мне подарил боксерские перчатки, чтобы я мог заниматься своим любимым видом спорта. Я езжу на соревнования вместе со своим тренером, со своими друзьями, получаю награды и получаю от этого удовольствие. Больше всего всех присутствующих тронуло желание девочки Полины, которая вместо подарка себе заказала кресло-качалку для своей бабушки. Я хочу, чтобы у моей бабушки все самое лучшее было. Мне подарили волейбольный мячик и средства для кутику. Сюрприз. Я даже не ожидала и не знала такого. Я очень люблю. У меня пять внучек, я их очень-очень сильно люблю. Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Левантович. Новости Бреста.